Слава Украине! Привет всем от Полонского! Помните, я вам как-то уже рассказывал о том, что американцы, европейцы не захотят за свой счет восстановить Украину. Ну как не захотят за свой счет? Естественно, они будут искать любую, любую возможность для того, чтобы сделать это, они это делать будут обязательно, но за счет так называемой России. Кто сломал, тот и должен строить. Это, по-моему, абсолютно очевидно и не нуждается ни в каких доказательствах. Да. Так вот, сегодняшний день в США показал, что это уже выходит абсолютно на практическую стезю, на практические рельсы какие-то. Так вот, сегодня лидеры Конгресса, причем это как республиканцы, так и демократы. Подчеркиваю, инициатива идет от республиканцев даже в данной ситуации, что, ну, для некоторых было бы весьма странным. Так вот, и те, и другие заявили очень простую вещь. Они принимают сейчас законопроект, это не рекомендация, это не, знаете, как вот решение Европарламента, это как бы хотелки. Больше хотелки, потому что Европарламент, он как бы рекомендует своим правительствам сделать то-то, то-то, а не делать вот это и вот это, да. В данной ситуации это закон. Закон, а теперь внимание, слушайте, разрешающий президенту Соединенных Штатов Америки, в данном случае Джо Байдену, конфисковывать, еще раз повторяю слово, конфисковывать, не арестовывать, не замораживать, а слово конфисковывать любые российские активы, включая активы в банках, денежные активы. То есть, речь может идти о чем угодно, например, о российских посольствах, о зданиях, о чем угодно, о судах, о воздушных судах, о, я не знаю, там, кораблях, лодках, бриллиантах, земельных участках, бензозаправках, в том числе и о деньгах тоже, принадлежащих Российской Федерации с тем, чтобы реализовать это имущество, а за реализованные деньги восстанавливать Украину. Как сказали лидеры республиканцев и демократов в комьюнике, по этому поводу, Россия это все сломала, Россия должна за это и отвечать. Почему американские налогоплательщики должны платить вместо так называемой России? Вы знаете, я не могу с ними поспорить. Американцы не разбили, не сломали в Украине ни одной елки. Страну разнесла фашистская Россия, и она будет за все платить. И поверьте мне, у фашистов, фашистов российских, в Америке масса денег и масса имущества. Найти это? Ну найдут, найдут. У них есть ФБР, у них есть Министерство финансов такое талантливое, которое все, что хочешь, найдет. И происходит именно то, о чем я вам говорил где-то полгодика, годик назад. Американцы, да, они, конечно, арестовали вот эти деньги, которые у них есть сейчас российские, но они понимают, что этих денег не хватит. А значит что? А значит будут конфисковать российское имущество от бриллиантов до земельных участков и до дорогих машин. Все это будет реализовано и пойдет в фонд восстановления Украины. И да, все будет Украина. Убовязково. Субтитры делал DimaTorzok